Девять месяцев назад он говорил себе, сюда я больше не издок, здесь легко могут унизить творца, физически набив ему морду. На днях он вернулся. Помните, как в мультфильме про попугая Кешу? Таите, таите, здесь нас лучше кормят. Российская звезда, рожденный в Сирии, орданец, получивший серьезное немецкое воспитание на Кипре, Аврам Руссо. Скоро его новый альбом и новая сольная программа. Скоро снова большие деньги и обожание поклонниц. За океаном ему этого явно не хватало. После вынужденной миграции первый день гастарбайтера в России запечатляла Анна Голланд. Роскошно, дорого, богато. Потерять все это российские поклонницы Авраама Руссо не готовы. Ежедневно на сайте артиста тысячи признаний в любви, пожелания творческих успехов и просьбы о скором возвращении на сцену. Авраам мольбам внял. Я родился, написано было, что я буду артистом, стал артистом, пел. Написано было, буду известным, например, в какой-то стране был. Потом дальше, я так верю, люди считают, это ерундой. Сейчас 21 век, таких вещей нет. Ну, значит, если я был бы здесь популярным человеком, должен был быть, то стал популярным человеком. Для кого-то я звезда, а для кого-то я никакого значения не имею. Ну, действительно, для тех людей, которые приходят и покупают мои диски, и слушают меня, и приходят на мои концерты, для них я звезда, да. И звезда, если спросишь, скажут номер один, и все. Регулярный рейс из Нью-Йорка в Москву. Уставшие после девятичасового перелета пассажиры. Деловые люди, разочарованные романтики и родственники эмигрантов. Весь полет Авраама Руссо спрашивали, почему вас не показывают по телевизору. Скоро покажут, уверенно отвечала спутница артиста. Очень боялась ехать, потому что все меня пугали, и все говорили, что тут вся мафия, и меня убьют. И даже сказали, золото не носи, оставь все дома, и тебя убьют, и украдут, и закопают. Но Авраам объяснил, что я то же самое, пугали, и взяла свои риски. Авраам, убийство. Выбрала другой путь. Попробуем, риск возьмем. Морелла Фердман. 23-летняя гражданка США из семьи советских эмигрантов. В прошлом личный агент Кристины Агилеры и Рики Мартина. В настоящем невеста Авраама Руссо. Доказательство серьезных намерений – бриллиантовое колечко за очень большую сумму долларов. Я с ней познакомился в концертном зале «Зимой пыли», в «Милене» называется. Ей очень вступление понравилось. Она обратилась ко мне, предлагала не помощь, а сотрудничество совместно. Он мне позвонил через несколько часов и пригласил меня на встречу в дискотек, который меня удивил намного, потому что кто идет обсудить рабочие интересы в дискотеке. Я оделась очень скромно, конечно, как по бизнесу придешь, закрыто, все так скромно, с бумагами. И пришла к нему, чтобы обсудить рабочие интересы. Но не дошло до этого в этот вечер. Я пыталась, пыталась сильно. Когда сопротивление было сломлено, она сказала ему – ты сильный мужчина. Сильный мужчина задумался. Шесть лет назад к кипрскому певцу, иногда выступавшему в фастфудах острова Афродиты, выпал счастливый билет. Некий влиятельный российский бизнесмен пригласил Авраама Руссо на частную вечеринку в Москву. Людей важных развлечь, на диковинный снег посмотреть. После третьей песни бизнесмен и Руссо договорились о совместной работе. Дальше, как в сказке. Клипы по телевидению лавиной, активная ротация песен на радио, песни года одна за одной, статьи в газетах и журналах сотнями, сонники в Олимпийском, дуэты с Арбакайте, пристальное внимание Пугачевой и гонорары, как на дрожжах. Что случилось потом, история умалчивает. Просто однажды Аврааму не очень вежливо объяснили, что гостеприимную Москву стоит покинуть. В своем офисе спонсор так и сказал. Гудбай, Авраам. Гудбай. Прихожу, нападают на меня четыре человека. И в этом числе он. И все об этом знают. Я знаю. И все знают. Кому скажешь, все знают, что случилось, потому что это ясно. Но это не надо было сделать. У нас есть язык. Понимаем. Можем договориться, в конце концов. Я являюсь для него животным, может быть. Комаром, мухой. Но ни в коем случае не человек. Понимаете, да? А как могу договориться с ним? Значит, никак. У меня с носом после удара, значит, пригородка, конечно, была скривлена. И вес нос практически сверху, как будто так, когда двигалось, двигалось. Понимаете, да? Движение было в носу. Сейчас на зарплате у Руссо четыре дюжих охранника. На всякий случай. Сейчас в квартире Авраама постоянно дежурит врач-фониатр. По тем же причинам. За гармонию души и тела ответственной назначили нового личного агента звезды Мореллу Фердман. Российские поклонницы в шоке. 98% приходят красивые дамочки, самые красивые девушки в России. Все об этом говорят. И они чувствуют меня на сцену, когда я пою. Просто они не представляют, в какой состоянии, когда я пою. Они уже не в реальную жизнь. Уже куда-то имитаются. Не имитаются, как называется это. Куда-то уходят. У них носит. Ну, скорее всего, она больше ревнует немножечко, потому что в связи с того, что я пою, и там очень много криков в зале и разных. Но потом возраст немножко, она младшина на несколько лет. Поэтому все-таки, наверное, она такая девушка по природе. Горячая. Сразу злится и так далее. Нет, это неправда. Я не ревну его. Я даже ему приношу телефон, и девочки передают мне для него. И даже сами много даже фотографируются и говорят, общаются. Много из них даже провожу в комнате. Если они не будут, не будет Авраам. И благодарность должна быть для них, потому что они любят и поддерживают его. И я также и уважаю их за их поддержку. И если они меня, может быть, не улюбят или злятся на меня, конечно, это и есть так. Я понимаю это, потому что они девочки. Ну, может быть, это перерастет. Но когда они приходят на концерт в два часа, два с половиной, он относится к ним. Сегодня вечером он только ее. Ужин на скорую руку из арабского ресторана. Долой пластиковые коробки, да здравствуют нарядные тарелки. Романтика по-московски. Будто и не было девяти месяцев разлуки с городом, сделавшим его звездой. Сегодня ему хорошо и уже не страшно. Скоро новый альбом и большой гастрольный тур. Сегодня сильный мужчина в надежных женских руках. Я не отдам тебя никому. Прощу любую твою вину. Сквозь столько бед и потерь пройдя. Какое счастье любит тебя. Просто любит тебя. Какие люди, так и история.